друзья всем привет с вами сергеев на канале спарк и сегодня мы поговорим о билде на тиранскую мало штром арену при отсутствии штром пушек от реальных сетов и других особенных сетов на прохождении 399 чп я буду проходить арену медленно рассказывая постепенно что каждой арене надо делать мне кажется что этот билд он подходит очень хорошо для того чтобы ее проходить так начнем с вещей вещи у меня такие пять частей некропотенс две части инфернал вардиан потому что нам надо будет считаться и мазар сору да то есть ничего такого необычного ничего сложно добываемого ношу я вещи 511 на крупных частях таких как тело голова и штаны я использую глифы призматик для увеличения пула ресурсов на кольцах я использую spell damage глифы на оружие я использую основной посох дамажащий это посох огня где будет электрический энчант на втором посохе у меня будет энчант абсорб мэджика для восстановления маны с шмотками у нас все по чп чп у меня везде распределена 133 я считаю распределение вот таким образом оптимально варлорд в освобождении раконист восстановление магии тамблинг уклонение и блок дальше у нас здесь идет элементал эксперт айрборн спелл рожен и тауматурж дальше айрон клад 31 и по чуть-чуть в харде элементал defender с их скинет таким образом я постарался так мне кажется правильным распределить равномерно чп как видно у меня достаточно хороший пул ресурсов так как у меня одет микропотенс то маны у меня еще станет побольше еще станет побольше под баночку меня 1507 регена такой реген достигается путем пассивок а также второй стадии вампиризма все три гена считаю достаточным иду я использую крепкая варева ведьма-матери да продолжим по скиллам какие скиллы я использую это liquid lightning первая дота ставится у меня с панели дальше force пульс вы можете использовать крашен шок кристалл основной дамажащий скилл после force пульса и empowered world который нам дает еще немножко больше реки надо если используем powered world 1591 регена и птичка которая будет нам активировать некропотенции также подлечивать сложных ситуациях иногда агре мобов дальше у нас блокейдов штормс то дота основная а так нас таким количеством чп у нас может не хватать ману то есть пользователь mental drain сам на жирных мобов dark conversion очень классный скилл который помогает нам устанавливать ману и лечиться мы его можем использовать по кд когда он истекает свой срок действия естественно power surge скилл который нам помогает лечиться матриарх который должен быть на обеих панелях и основная ульта это деструльта здесь же используется shooting star для увеличения количества магии за счет пассивки кильди магов magic контроллер да и так вот что у нас по сетам да и по скиллам естественно у нас алхимия пассивка медикал юс банки которые используя это селсов спелл пау так поехали мы опрокидываем на себя дота как только мы видим портал мы опрокидываем туда доты и стараемся убить цель ну как видно проблем с вам нас практически нет за счет того что мы убиваем всех форс пульсом авиатакой прокидываем доты второй мини босс на арене на нее даже можно драйм повесить прокингли доты убили использовали дан конвершен чтобы восстановить ману на реген ману у нас очень хороший ману практически всегда полная не забываем прокастовывать на себя время от времени щиток для того чтобы активировать наш монстр сет также вешаем драйм сейчас у нас появится босс дано это место деструкту наши дота и стараемся убить его как можно скорее не обращаем внимание на богов мы преимущественно стараемся бить босса ну вот собственно первая арена была такая мы просто бегаем по кругу убиваем оба вставим доты тех местах где появляются мобы и все это арена будет немножко посложнее нам преимущественно надо находиться допустим вот в этом месте ставить доты и издалека я подчеркиваю это издалека бить мог когда проходит лезвие мы считуемся вот лезвие прошли мы дернули рычажок опять дернули рычажок поставили доты и а и и и и и и и Продолжение следует... Так, вот, к большому счету и все. Сейчас придет босс, скидываем на него деструльту. Я постарался его убить сразу, забрустить, но у меня это не вышло. Поэтому мы будем бегать по кругу. И убивать их вот таким вот образом. Так, нужно рычажком остановить это все дело. Так, одного успели убить. Дальше нас ждет арена с тремя островками, змеюкой. Здесь самое главное это... Видеть цветочки и убивать их. Вот. Места спауна мобов, мы их заранее видим. Опять места спауна мобов. Цветочек. Успешно убили его. Опять видим, появляется цветочек. Душитель. В первую очередь его убиваем, иначе он нас замедляет. Блокируем даггер. Обратите внимание, что ламея королевы пускает молнии. Дальше у нас довольно неприятный мини-босс. Такая вот гражданочка. Сзади появился цветочек. Босс хотел нас подкинуть к небу, но... Вот видите, блокируем. В общем, все то же самое. Цветочек появляется в середине. Убиваем. Вот босс по нам бьет молнией, надо двигаться. Опять мобы появляются, и надо мной и сурч. Как видно, босс накастовал на себя щит. Поэтому бить его можно только дотами желательно. Цветочек появился в центре. Здесь босса убить даже можно достаточно легко. Вот как видите, я взял щит. Пошел к ней. Кинул дестру ульту. И просто начал ее бить. Очень активно. Цветочек мне не сможет повредить. Никто не сможет меня ничего пулять. Потому что я, к большому счету, взял щит. Ну, все, босс мертв. Какая здесь тактика убийства босса? Ставим дот и кидаем на нее дрейн. Скидываем дестру ульту и просто мочим. Берем щит. Дальше тоже простая довольно арена. Для кого-то нет. Здесь по кругу появляются разные мобы, которых надо убивать. Ну, в частности, здесь вот заводной часовой появляется вот такой. По сути, мы должны бегать по кругу и всех убивать. Особая опасность вот эта сфера представляет. Она и молнией пуляется. Продолжение следует... Ну, вышел мини-босс, мы его быстренько убили. Просто бегаем по кругу, бьем мобов. Ничего сверхъестественного. Фокусим, бьем. Повел сферы, быстренько убили. Ну, две сферы доты появились уж. Ушли от молнии. Одну загасили. Вторую. Ну, сначала ладов. Сначала ладов мы убиваем. Вот и все. Сейчас будет босс. Смысл убийства босса в том, что его надо как можно быстрее запустить. Заранее скидываем ульту, бьем его. Опять перевешиваем доты. Вот и все. Мы стараемся избегать тех всех ловушек. Оббегаем адов. И чисто фокусим босса. Прискорбно то, что птичка умирает под ним очень часто, потому что она летит за его кругом, и он бьет ее молнией. Ледяная арена, здесь надо тоже ставить доты, особое внимание уделять лучникам, потому что они особо опасны. Лед тоже смертоносен. Вот видите, маг появился. Так же здесь так и норовят разбить арену тролля. Ни в коем случае этого не надо допускать. Видите, очень много здесь урона, стараемся считоваться. Ставим заранее доты, считуемся. Как видно, у нас очень вот этот морозный маг больно бьет. Так, здесь просто скидываем деструльту. Опять же считуемся. Стараемся первым делом убить рейнджовиков. Дальше достаточно непростая ситуация. Опять эти все друзья наши вывязают, поэтому на той рейне, где они появляются, берем щиток. К сожалению, наша подруга благополучно погибла. Здесь опять сложная ситуация. Сейчас мы берем щиток и убиваем мапсов. Вот мини-босс выходит. Сейчас вам покажу самую такую безопасную тактику по убийству вот этого босса. Самый противный босс мы ставим здесь аккуратно доты и бьем босса. Слева появляются мапсы. Убиваем мапсов. Но самое главное, нам надо убить тролля. Как видно, тролль пошел. Босс краснеет, а нам надо бежать. Дальше мы благополучно берем щит. В принципе, ни на кого можем не обращать внимания. Сбрасываем деструльту. Считуемся и бьем босса. Все. Суть в том, чтобы постепенно бить босса, убивать адов. Ни в коем случае не давать троллю уничтожить Эльдину. Как мы видим, здесь вот пять таких столбов, тотемов. Постепенно их надо очищать. Это нам очень поможет. Вот, как видите, ядовитый чувак у нас ползет. Можем синергии кинуть, ядный тотем, чтобы он очистился. Можем его убить рядом с тотемом, чтобы он очистился. Сейчас подманим его к тотему, видите. Тут босс будет время от времени перелизовать таких паучков. Если вы не будете у тотема, который светится, то паучки вас просто-напросто загрызут. Также видно, что босс злится и пускает по нам молнии, надо от них бегать. Так, в основном нам нужно двигаться и вот этих монстров убивать всех. Мы очистили все тотемы и тут же появляется спасительный свет, который встанет всех мобов, включая босса. Дальше нам босс говорит, типа, ты тут че творишь, друг? Я тут это, the light noise save you, он говорит. Потом босс вот этого паучка будет призывать, который будет стараться опять паутины и тотемы все вбить. Его надо убивать. Опять босс призывает рой. Нам нужно пойти к тотему, который светится. Видите, паучки раз-раз касаются и убегают. Видно, я стараюсь почаще считоваться. Далее у нас вот на месте такого крестика появляется шатун, как в сетё фэш. Далее опять у нас паучки. И мини-босс. Видно, один каучок у нас не коснулся тотема. Босс опять злится и призывает паучков. Мы бежим к тотему. Так, как видно, у нас два столба не закрашенных. Вот у нас сам босс. Так, вот я пульнул лайт атакой этого паучка. Раз. Раз. И появился свет. Мы скидываем деструльту. Активируем наш щиток. И стараемся убить максимально много урона у босса. Дальше у нас одна из самых сложных арен, это седьмая. где у нас постоянно ядовитые споры появляются. У нас здесь вот лужица такая. Вот видно зеленый кружочек здесь, там вот эти грибочки. От них надо держаться подальше. В местах вот таких площадок появляются ядовитые маги, которые нас будут убивать. Особую опасность здесь представляют лучники. Мы видели как цветок взорвался, но вот видите, нам желательно подальше этих цветков ходить. У нас экран зеленеет, появляется ядовитый маг. Так, его надо убить первым, иначе он будет постоянно вставать магию, которая будет заставлять цветочки взрываться. Так, вторая арена, это у нас госс тролль. Стараемся ставить доту на тролля. Тролль, если мы не успеваем быстро забурстить, он становится большим. Цветочки. Иногда можно их вот таким опасным образом взрывать. Опять у нас маг появляется. Дальше по расписанию два лучника, считуемся. Как только мы убили одного лучника, тут же выходит в амасу. У него скидываем деструльту и стараемся как можно быстрее убить. Опять маг у нас появляется ядовитый. Скидываем деструльту и стараемся. Щит, так как у нас появляется сразу три лучника. Однако вот в arrow spray не советую заходить, так как он навешивает такой эффект, как от цветочка. После убийства лучников у нас появляются два тролля. Советую убивать по одному. Сначала одного убили тролля. Мы отступаем, потому что здесь ядовитый маг появился. Дальше у нас один из самых противных боссов. Ящер. Мы скидываем на него деструльту. Активируем щит. Когда он топает ногой, особо опасные дорожки появляются. Как видно появился ядовитый маг. Активируем щит. У нас тут ящер кусает периодически время от времени. Если мы когда бьем его в миле и на нас очень сильную кровоточку накладывает. Потом пересмотрите, что я делал. Мы сначала убиваем одного мага, потом становимся под щит и бьем его. И обращаю ваше внимание на то, что если у нас будет крашен шок, то мы его прервем. Он будет в энрейджер. Следующая арена это арена с деэтрами. Поэтому если у вас есть призматик в боссах, можете его использовать. Точнее энчант. Как видно здесь прям массированная атака была. Особую опасность вот эти граждане представляют. Дримора Кинггалт, который крутит такой обруч. Перкот. Так, после того как мы разобрались со всеми, у нас вот камень оберег становится. Призывает инфернала. Шляпу которого мы носим. Ну, инфернала ставим доты, ролл доджим, все бьем. Дальше у нас вот где одна точка появляется вот эта дримора. Его первым делом надо убить. Не забываем даркдил. Обновлять. Как видно я заранее сбросил деструльту после того как разрушил камень оберег на этого босса. Я использую дарк конвершн чтобы восполнить себе ману. Ролл додж либо блок, если нет стамин на ролл додж однозначно блок. У нас опять. Максимально считаемся. Используем птичку. Если это все не помогает мы можем щиток взять. Хотя уже можно было добить. Так. Здесь я советую деструльту скинуть и с ролл доджится в начале. Потому что где щит будет? Большая пачка мобов. В том числе два вот этих дримора. Щит я сейчас не рекомендую брать. Потому что у нас будет очень опасный мини босс. Который нас может убить. Вот он мини босс. Я взял щит. Здесь дальше я по полной щитую семью только мини босса. Только его. Все убил. Дальше я добиваю обычных мобцов. Дальше у нас будет босс. Нам нужно очень быстро уничтожить по кругу камни. Можем взять руну на урон. Дальше нам нужно очень быстро забурстить этого босса. Очень быстро. Мы не успели забурстить этого босса. И он все заново делает. Буквально у него чуть-чуть осталось. И все повторяется по кругу. Ему буквально там одного удара не хватило. Дальше мы идем на последнюю арену. Я считаю одной из самых легких арен. Несмотря на различные мнения. Видно. Гражданин у нас заряжает снайп. Обратите внимание что здесь летают разные золотые духи. Серебряные. Серебряные духи отнимают очень много у нас здоровья. А золотые духи когда мы накапливаем их три штуки. то они позволяют нам сделать взрыв. Они как видно друг друга лечили как-то. Ну надо бояться стража. Это обычный дейдрод. Ставим доту на него и просто убиваем. Надо бояться здесь огремов. Вот мы взяли три духа. Обращаю ваше внимание на вот этого чувака с двумя кинжалами. Он может делать очень опасную льду. Текенейм. Нужно сбашить. Дальше мы на Огриму кидаем деструльту. Стараемся всех свести именно к Огриму. Огрим 1 медcher тан 할게요. То есть только у нас в четыре людей. Господин. Играет гладкий наテ Hy late dialogue. Krieшь текенейм Валилин аппетиты. Небольшой мини-босс, замахивается. Опять огрем. А, да. Максимально его обойти стороной. Стараемся, чтобы дух не достался врагам. Нажимаем X. Четвертый раунд. Суть этого раунда в том, что у нас ходят такие друзья и призывают скелеты из центра. Поэтому надо их контролировать и желательно не давать им дойти. Вот мы взяли одного духа. Как видно, у нас вообще нет маны. Устал место. Сейчас появится огрем. Нам надо убить огрема как можно быстрее. И вот этих друзей. Можно сделать взрыв и восстановить ману. Мана уходит, конечно, если мы слишком часто делаем щит. Видно, да, такая глупая была смерть. Просто духи налетели на меня, или я на них налетел. Могим с ними, конечно, надо быть поаккуратнее. Дальше к нам прилетит большой дракон. Я советую взять здесь щит и топор. И просто максимально быстро его забурстить. Все, мы дошли до последнего босса. Скидываем доты. Он телепортируется, его надо прервать. Да, как видно, очень мало жизни у меня было, когда я наверх пополз. Надо не торопиться. Вашим босса убиваем его друзья. Приманиваем кламмфира на светящуюся платформу. Он нам открывает путь наверх. Наверху бьем кристаллы. Ворачиваемся от черепков. И метеоритов. Прячемся за стеной. Видите, стена двигалась. Бьем кристаллы. Бьем кристаллы. Бьем кристаллы. И спрыгиваем. Дальше можем взять щит. Кастуем кристаллы. Кастуем кристаллы на босса. Обращаю ваше внимание, что если вы взяли щит, то, собственно говоря, те черепки, которые кастуют босса, они ничего вам не сделают. Ну и дальше мы добили босса. Ну, друзья, примерно так. Если бы не пара глупых смертей в самом конце, то можно было бы без смерти пройти. Надеюсь, данное видео вам поможет и вы что-то для себя уясните. А самое главное то, что на 399 чп, если уметь правильно дамажить, правильно делать, не путаться в скиллах, узнать что когда кастовать, быть аккуратным, вы сможете пройти эту арену. Всем пока. Всем пока.